для друзья с вами вами с и это вновь даск прошлый раз я закончил на пятом уровне 3 эпизода на пройденном по сути пятом уровне 3 эпизода так что поехали продолжать скорее всего финальное видео потому что осталось собственно 5 уровней поехали этот уровень довольно весело я его слегка помню он тоже городской но суть в том что да тут пишут что эффекты руны скорострельности тотема скорострельности остаются так что можно сделать примерно вот так и вот это вот начало этого уровня ну довольно офигенно проблем только в том что патроны кончаются бафы тоже кончаются а я еще подобрал меня еще подобрал 1 это явно секретка которая явно куда-то ведется не уверен ладно в общем очень веселое мясо начале уровня и что после этого я совершенно не помню но он условно городской так что в этом плане он не так уж не так уж хорош скорее всего потому что опять у меня городские такие уровни обычно не нравится 1 сюда нужен красный ключ и я обратно ультю еще нет это не могу туда подняться нормально и зачем это все а не могу просто как-то странно и не и не сразу все равно не ясно зачем это все потому что я вышел обратно на улицу туда же откуда я и начал по сути допустим ну вот здесь есть какой-то ход и красный ключ которыми как раз нужен так что видимо я слегка нашел куда мне и тут есть меч наверху больше ничего просто еще один выход и возможность спрыгнуть куда-то нет возможно забраться куда-то как минимум другой вопрос зачем видим из вот этой краткой что больше тут как-то особо ничего интересного нет но не видно по крайней мере допустим тут еще секретка с реветром точно больше ничего не да может быть сюда стоит с крюками прийти которые постоянно позволяют забираться вроде бы тут тоже некуда несколько решеток который непонятно откуда приводит ладно остается только вниз или не только вниз тут мыло мыло это всегда хорошо это обратно к самому началу это обратно к самому началу выход из портала добро пожаловать в одну это не ломается окей тогда реально остается только сюда в красную дверь вентиляцию и в метро видимо в метро ставку и огнеметчиков ок не только огнеметчиков чуваки перестаньте у меня на такой случай есть очень хорошая пушка пас на такой случай тоже как раз самая идеальная ситуация для этой пушки типа место обречено или что-то типа того аптечка очень мешает читать но подобрать я не могу потому что у меня полный хп у меня больше чем полный хп ладно сюда нужно синий ключ тут патроны к снайперке которую может быть иногда стоит использовать тут еще две руны скорострельности совсем класс ладно ровно скорострельности это хорошо и в это тоже хорошо на улице еще было вроде бы и все арбалет дают ради одного чувака он его так же какие-то непонятные коридоры из черно-красного чего-то это всегда хорошо как и мусорка со всячкой ладно тут сейчас будет огромный толпа врагов нет удивительно там ничего по-моему тут да что-то явно было ага то что видео с другой стороны полезно теперь у меня есть и не ключ и привет пультисты фермеры какой-то темный уберинт с ништяками добро пожаловать назад ну если назад имеется ввиду в первый эпизод то я даже не против наверное меч здесь не самый не самый идеальный способ убийства врагов но хотя он работает наверное лучше не падать вниз хотя там есть какие-то какие-то предметы какая-то какая-то дорожка с камнями я не уверен попаду я туда потом или нет но наверное я все-таки не буду спрыгивать и проверять не проблема скорее всего здесь какая-то секретка есть но опять же не хочу проверять теперь какие-то очень узкие шахты и теперь лес почему нет это явно не прыгалка так что это телепорт и это тоже какой-то портал который завершает уровень мне казалось этот уровень был больше может я какую-то большую секретку пропустил так куда я вообще иду не сюда телепорт меня вернул назад очевидно ну ладно мне казалось тут был еще один большой уличный кусок может быть я путаю он будет типа там на следующем уровне или через один или еще что-нибудь подобное скорее всего одну секретку я пропустил но я убил всех врагов если да значит я точно не прав потому что тот кусок который я имею ввиду он с врагами окей и одну секретку я пропустил это явно там где за решетками я видел предмет в самом начале ладно ног добро пожаловать домой а это очень интересный уровень летающие острова с водопадами крови и летающими же врагами а интересен этот уровень одной фишкой которая заключается в том что если упасть то я просто упаду сверху сверху обратно уровень зациклен по вертикали и это вполне можно использовать для получения всех этих секреток правда падать долго иногда еще для всяких интересных вещей ну вот здесь вот секретка да я и так могу допрыгнуть и это не секретка причем да оно вот таким вот образом заставит это узнать можно крышу приземлиться если у меня ничего не прилетит на крыше приземлюсь на крыше немножко монет которые дают мораль это ведь прыгалка да то есть можно было туда и таким способом попасть ладно двустволка это вполне неплохо и вот это вот хрень это вполне плохо вот такие хрени были на паре предыдущих уровней здесь они несложно убиваются красная дверь здесь неразбиваемое окно здесь ладно летающие враги в таких узких всяких подвалах это как-то не особенно эффективно по-моему также отсутствие хоть чего-либо кроме этого летающего врага и аптечки и брони это тоже как-то не особенно хорошо ну ладно видимо у меня все-таки не сюда я помню этот уровень в плане того как он выглядит и как он работает примерно но я не помню куда мне идти видимо туда кстати и опасно и опасно ты попадешь ревитером в них зачем я на ревитера вообще переключился я хотел вот это так лучше так туда не стоит падать стоит похилиться каким-либо образом может быть на крыше собраться но на крыше есть броня и патроны тут есть ревитер тут я видел аптечку и внутри есть красный ключ еще кое-что интересно потронуться и привет гравитация ну или пока гравитация что это гравитация да ладно постравил красные двери за которой синий ключ еще одна штука и пока гравитация в другую сторону не знаю где мне нужен синий ключ но наверное где-то тут да явно ок чувак зачем ты там а и теперь гравитация снова не в ту сторону ладно сколько на эту хрень нужно выстрелов много и вот ура этот дом ну это дом который на соседнем острове или на этом острове гараж посредством открылся можно поспать эээ какой-то труп ну действительно там гараж открылся видимо и видимо это как раз то что было на картинке точнее на мониторе эээ окей ладно не знаю ау безумные звуки почему нет кровь вместо воды везде почему нет больно вспоминать почему нет ну и рип гравитации совсем теперь я могу на финальный остров попасть это обратно перевернет чтобы можно было вернуться на весь остальной уровень они были перевернуты сначала безумие норм трех врагов где-то пропустил одну склятку ну или не пропустил я не пропустил секретку может быть ау в ближнем бою это хрень опасно ну не знаю но это знакомые места лаборатория и все такое это прыгалка она как-то не очень эффективно работает в таком варианте окей желтый ключ есть желтая дверь тоже есть туда наверное выходить не стоит ядно ну остается только каким-то образом перевернуть гравитацию в нужную сторону ааа ага видимо не таким о видимо таким и тут последний враг естественно куда же без этого ну и секретка я все-таки одну где-то пропустил но это интересный уровень вполне интересный это тоже интересный уровень потому что начинается он примерно так же как начало эпизода примерно тут немножко больше лавы почему я подобрал меча у меня снова достался шутган по-моему мечи не так работают ладно ну да после после самого начала он немножко другой плюс секретка с ученым и не одним все ну и правда этот кусок тоже с соседнего уровня наверное это нормально это явно тоже секретка с патронами и без чего-либо еще ладно это явно веселое место ок чуваки смотрите какой миг стал весел не весело получать урон от этого и тратить кучу патронов на одного несложного в принципе противника ладно что-то еще наверху было отсюда я упал тут была двустволка тут было два шутгана и всякие разные патроны вот был проход дальше и старые знакомые враги достаточно интересно разделяются по эпизодам то есть там фермеры в основном в первом и вот под конец третьего парочка парочку ай уровни с фермерами а мамы эти в основном во втором эпизоде по-моему только на этом уровне вне второго эпизода олени как и фермеры солдат вроде на на большей части третьего эпизода тоже особо не было может быть я наркоман и ошибаюсь ок где она не здесь уже хорошо не здесь все еще уже хорошо на улице может быть а не тут норм хотя опасно хп мало чуть больше где-то еще были а не хотел сюда надо будем считать что я хотел сюда в общем где-то еще были вроде бы еще ящики на втором этаже я случайно попал на третий да во но в них нет аптечек печаль стоп что ничего просто вот так какая-то зеленая условно такой дом вроде бы тоже где-то был почти такой же но тут большая часть этого уровня она из кусков других уровней хотя может не большая часть норм это даже не скрятка нет куда может вопрос пройти класс и тут тоже никаких секреток нет видимо верь своим глазам ну не знаю до этого было не верь и там были вендиго но видимо мне все-таки не сюда а на улицу хотя нет улица я хотел сказать ну хотя это не особо улица пещера какая-то но потолка нет небо видно так в лаву наверное не стоит прыгать нет на самом деле в лаву стоит прыгать туда но я опять же не совсем в лаву но перед тем как прыгать в лаву стоит взять этот защитный костюм стал безумие не знаю зачем я его в одного чувака кинул которому не с кем сражаться ок пока активен защитный костюм я вниз не туда вниз наверное у меня есть красный ключ я не уверен где и как я его подобрал но где-то и как-то также зачем ты здесь все-таки защитный костюм был так что видимо я какую-то секретку пропустил в лаве потому что все важное можно сделать и без защитного костюма не знаю непонятно а я не хотел сюда падать не смогу? не допрыгнуть не смогу увы ладно еще раз поднимусь может одна патрона подберу и потрачу больше чем надо ладно ну это явно то место где были вендига изначально один или второго просто не зацепило просто не зацепило и третьего тоже что насчет четвертого? нет четвертого нет ну и да вот это вот то место про которое я говорил тут все большое еще тут собака можно ли выпить это пиво? наверное для того чтобы проверить а надо чтобы это пиво никто не замаживал не его нельзя выпить чувак ау наверное можно так ладно а тут проход дальше а на самом деле здесь еще есть секретка наркоманская ну пожалуй я сохранюсь перед тем как ее открывать ну ладно я наркоман и не помню что именно в ней было помню что там был враг мини-босс милый ну да и рюкзак и это тоже абсолютно по-наркомански сделано как и весь этот уровень и вся вторая половина третьего эпизода это хорошо веселый психоделичный левый дизайн что может не нравится как туда попасть видимо так это было не сложно выглядит практически неуничтожимо точно ну не знаю наверное есть какая-то связанная с этим секретка но не знаю секретка в секретке ладно ну тут микродомик в нем было стоп выглядит практически неуничтожимо что уничтожает практически неуничтожимые вещи и ваншотит боссов да да уж действительно конце будет портал назад да и совсем назад но примерно туда же я не знаю это тоже уже было и это тоже уже было опасно так не подходящее место для такого противника окей она сама себя убила хорошо и у меня нет видоса оружие в руках для такого противника но что поделать можно все сломать нет жаль можно взять отечек зайти в телепорт где-то еще 13 врагов на секретке все нашел удивительно такое бывает вот они враги и это тоже знакомые места серьезно ураль который еще вижу совсем знакомые места вспоминания высыхают и рассыпаются интересно есть ли здесь секретка их секреты короче раскрытых или что-то типа того здесь есть секретка в том плане что она даже вообще не закрыта в ней собака плохая секретка ужас и дальше видно тут нет секретки как секретки потому что я все нашел заканчивая закончить рок погнали норм и этот уровень примерно худший уровень всей игры тут есть мыло со старта а тут есть возможность пропустить весь этот уровень сколько я знаю но это немножко нелегко короче да или легко не помню видим легко или видимо нет условно закончить уровень но нет я не буду пропускать хоть он и примерно худший это один из одного единственный секрет можно ли найти секрет и после этого еще и пройти уровень нормальным способом я не уверен но мне говорят докажи нам что ты достоин и да вот это вот уже действительно серьезный сам вместо геймплея здоровенная арена куча пушек на старте куча патронов которые время от времени там спавнится и волны врагов и все это весь уровень наверное наверное стоит умирать наверное стоит использовать что-то более эффективное чем чем и мыло со мной не протонулась печаль с другой стороны здесь солдаты в первой волне довольно массовая и летающая хрень наверное вот так лучше всего быть но летающих я немного довольно быстро становится хотя она плотно летает так что гранатомет на удивление эффективен она кончилась еще волна собаки это естественно абсолютно ужасно тем более что если бегать кругами вокруг всего этого то они друг друга тоже неплохо там аж проблема в том что можно иногда себя вот так вот выкинуть правда это не смертельно смертельно только до арены собаки на прыгалках зумя огромная толпа ученых огромная куча смонодящихся фаерболов которых выживать не настолько хорошо получается хотя наверное можно так вот сделать их вроде не настолько все хорошо а с инерцией в том плане что если фаербол летит вниз мне достаточно просто увернуться что дальше как-то не бесшумно спавниться но это не так уж и сложно хотя ассо трайфл их не очень эффективно убивает все летающие хрень очень живучие летающие хрень ассо трайфл их не очень неплохо убивает ассо трайфл их не очень 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 cool и вообще menyдоровый Автомат, в принципе, против всего, что здесь сейчас существует, неплох. Мне бы помешало ХП, до которого я не бежал полметра. И это примерно... Сколько было? 150 из 270 врагов. Типа чуть меньше, чем 2 трети. Ладно. Ну, в общем, да. Арены это всегда очень увлекательно и интересный геймплей. Особенно, когда эта арена, это, по сути, пустая и здоровенная плоскость. Без каких-либо укрытий или чего-либо еще, разве что с прыгалками. Так что это явно лучший уровень этого эпизода и этой игры. В этом, блин, у них есть бесконечный режим. Отдельно. И в бесконечном режиме нормальные арены. Ну, более нормальные. И суть примерно та же. Только даже нет. А суть там тоже лучше. Потому что здесь волны врагов состоят из одного или двух видов врагов. А в бесконечном режиме волны врагов, они... Это нормальные. В том плане, что в каждой волне достаточно разнообразия. Чувак. Три зарядка. Ты сможешь. Во. Ас. Вообще. Как-то так, наверное. Или нет. Что меня убило, я не знаю. Я совсем не знаю. И, видимо, до конца видео я буду на этом уровне. Наверное, мне не стоит обе больших аптечки сразу же брать. Иногда не понимаю, что меня дамажит. Откуда-то сзади или сбоку или еще что-то подобное. Наверное, мне не стоит просто от пауэра брать. Потому что от него как-то хуже. Ну, или стоит брать его и вновить его существование и так вот делать. У меня это тоже не работает. Норм. Норм. может быть не уверен что норм по крайней мере как-то это работает опять же тратить ровную скрострельность на первую волну и не помню респавнится ли каким-то образом эти повара по или типа вот веру на скрострельности 2 и остановки времени это все что на весь уровень есть я не хотел стопадать не важно ок где солдат живой еще стреляет по шоу нет собака не спавнится прямо перед им той это страшно ок наверно не останавливаться это вполне хороший план не останавливаться и не двигаться по прямой тогда меня не особо попадают кончился чувак ты слишком непонятный культисты приоритетная цель ученые вообще кофиг ученые не стреляют с внедрящимися фаерболами с кучей урона ок все кучу ученых на прыгайте пас эндиго где-то как-то ах, не хотел прыгать вот один второй по-моему они по три спавнятся в том плане, что что их все время три штуки на арене пока пока я их не перебью еще один я с четырю м-м-м, сюда охотничья винтовка хорошо заходит в принципе ну как, хорошо эти хреновины очень живучие но издалека их вполне комфортно убивать в этом плане охотничья винтовка хорошо вовремя кончилось ну и олени с огнеметчиками это неприятная волна гранатомет в таких ситуациях в принципе довольно удобен потому что как бы врагов толпы примерно везде а гранатомет ауэшный и патронов к нему много ок жаль он по-моему не веншует стагнеметчиков гранатометчиков да явно что дальше крысы вас а это прыгалка в центре арены она идеальна окей просто просто унылые культисты они еще и эти чуваки с огромной пастью я уже думал просто унылые культисты фермеры и просто культисты маги у меня чуваки с пастью этого это немножко адекватнее то есть это волна из целых трех типов противников всего осталось а знак вопроса и знак вопроса интересно вначале писал что 270 врагов видимо нет рыцари и эти хрени я понятия не имею как они называются и мамы не хорошо шо время доставать ревитов с другой стороны эти хрени смысле мамы стреляют ракетами так что они и без моей помощи зачистит половину этой волны наверное главное эти ракеты не ловить почему она не убирает гранатомет куча аптечек и сразу же 4 хп после этого аптечки опасным нет ничего достаточного я что ок ок тут пара аптечек хотя теперь можно побегать похилиться все таки вообще ничего у яшного нет двустволка вполне норм в такой ситуации рыцари все таки достаточно медленно я еще раз сохранюсь и привет боссы смотрите ли врат а боссы первых двух эпизодов сразу ну сразу же я убил лошади убили меня ладно фига тут все умирает он еще жив должен быть уже почти мертв так намного лучше чей одного штука и другую лошадь или что потому что это прям так выглядел надо это уже изи совсем и все открылся выход я даже половину пауэрапов не использовал но использовал самый сильный пауэрап сохранение полная жизнь довольно мало патронов но наверное мне после этого уровня выдадут и погнали 270 врагов за 10 минут таск финальный уровень это небольшая локация небольшая локация со здоровьем порталом кристалл безумия осталось два тут есть пара домиков в которых есть еще два кристалла и в которых может быть есть еще что-то интересное где-то на этом уровне есть одна секретка написана я не помню ну ладно автомат пара шутганов броня мяч еще один это опять же дома которые которые уже были в других местах но к сожалению как мы выяснили на прошлом уровне мыло через портал не проходит так что наверное ваншотнуть финального босса не выйдет не знаю что у меня по боеприпасам ревитера нифига нет это печально возможно мне потом дадут еще патронов то есть скорее всего ну ладно я сохранюсь здесь чтобы еще раз не нужно было это все делать это все-таки я пойду и притащу мыло на всякий случай вдруг оно проходит через портал ну нет а и это босс а и это чувак который говорил всю игру лидер культ лидер культа и все тому подобное и боссфайт немножко интересный потому что он примерно как пвп работает в том плане что у него примерно то же оружие что и у меня примерно тоже перемещение разве что у него гранатомет какой-то значительно более скорострельный я тоже такое хочу ну с такой скоростью перемещения гранатомет тут лучших по сути вариант ривитер еще но не знаю мне он кажется немножко менее удобным а так просто держать дистанцию спамить гранатами ау и выживать действительно недостоин ладно спойлер это не конец he was with you know and he accomplished so much but then you came along you you who were stronger you who were faster you i like better who did you expect at the end of all of this god god the devil perhaps no it's just me есть и привет настоящий феналибас на самом деле ай вот в этом деле не настолько сложный и все такое а блин основная проблема в том что дырянь между платформами то на платформах есть прыгалки которыми нужно пользоваться А сам он, по сути, неуязвим, но вот там где есть трещины, которые его ослабляют. Да, блин. Я не попал. Внизу есть куча урона. А, он все еще взял. Да, ну, команда. Так. Можно мне еще силку? А то как-то 20 хп. А, да. Как-то 20 хп. Я как-то не успел в сторону увернуться. Ну ладно. Ну ладно, Денис, а мы фонарик. Ну ладно, Денис, а мы фонарик. С одной стороны, может быть, стоит сохраниться в конце монолога. С другой стороны, монолог довольно офигенный. А, и это чувак, который озвучивал Калибр в Бладе. И он тоже довольно офигенный. Э, можно попадать? Хотите бы 6 выстрелов? Или что-то типа того. Сейф. Ок. Э, он заблочил мой выстрел? Или что? Чувак. Серьезно? А сейчас 6. Ох, я не верю. Ох, я не верю. Ох. Блок! Ты заблокен! Нахов! Ты Actual. Ты действительно вернела. И вот теперь мой power будет твой! И пацифист, потому что первого чувака убили культисты, второго чувака я не убил. У него один хп остается. Ок. Как ты чувствуешь? Хоррабл, не так? Но прекрасно, да? Кто ты был раньше, неизвестный. Кто ты сейчас, неизвестный. Но здесь ты остадаешься, пока что я нужна тебе снова. Потому что один всегда должен прождаться виском на душу. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну как-то так. третий эпизод все-таки шикарный первые два ну второй а мне вообще довольно так себе первый неплохой но в целом целом все весело и интересно ну и тогда на этом все возможно я потом сделаю еще одно коротенькое видео про два других секретных уровня на которые не попал ну и тогда после этого короткого видео с даст там все я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами бываем пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok